В 2016-м это здание сменит статус и название. Долгострой, наконец, станет новым корпусом Высоковской больницы. Финансовую помощь из области помог пробить депутат Мособлдумы. По его инициативе область поделилась деньгами на строительство нового детсада, ФОКа, а также ремонт школ и больниц. Социальная сфера для Сергея Юдакова всегда в приоритете. Убежден, что это должны делать все уровни власти, потому что без заботы о семье, детстве, о сохранении наших людей в широком смысле этого слова, не может быть возрождение развития нашей России. От общего к частному. Только за прошлый год на личных приемах Сергей Юдаков принял больше 200 клинчан. Как правило, просили посодействовать в назначении пособий и материальной помощи, помочь решить коммунальные, жилищные или земельные проблемы. Больше половины вопросов решено положительно. От жителей Решеткина хотелось сказать вам огромное спасибо, человеческое спасибо. У нас было в 2015 году к вам обращение по поводу установки турника. И мы были у нас на приеме, поставили турник вместе с вами. Ребята очень благодарны. Не словами еще? Нет, занимаются спортом, причем там и маленькие, и взрослые. Мы приведем здоровую жизнь. Огромное вам человеческое спасибо от всей молодежи. На этот год у Сергея Юдакова уже целый список избирательских наказов. Кровли и окна в детсадах и школах, звуковая аппаратура для сельского клуба, ремонт в детской спортшколе. Конкретные дела, конечно, не всегда связаны с материальными затратами. Поэтому вот эта внушительная сумма привлеченных средств за этот период, который представлял сегодня Сергей Викторович, это действительно миллиардные суммы, которые на самом деле для нашего района очень и очень существенны. Поэтому я надеюсь, что работа наша слаженная продолжится и в текущем периоде. После отчета общение с избирателями. Клинчан интересовала транспортная доступность, обеспечение льготными лекарствами и проезд. По части вопросов Сергей Юдаков дал разъяснение. Остальные взял на разработку. В этот же день Сергей Викторович побывал в Институте охраны труда. В честь 20-летия предприятия, а также за высокие показатели в работе, коллектив отмечен благодарственным письмом МОСО Булдумы. Елена Плеснина, Александр Сидей, Наталья Красавина. Новости дня.